Добрый вечер! Телеканал Видное ТВ начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня я представляю нашего гостя. Это глава Ленинского муниципального района Олег Владимирович Хромов. Здравствуйте! Олег Владимирович, спасибо за то, что вы сегодня в нашей студии, несмотря на свою занятость. И вот анонсируя приход в прямой эфир, мы предложили нашим телезрителям сначала через социальные сети оставлять вопросы для вас. Также мы принимали вопросы по телефону. И будем принимать сейчас. Обязательно звоните. Телефоны вы будете периодически видеть на экране телевизора. Все вопросы найдут ответ. Нет, ни одно обращение не останется без внимания. А я бы хотела предложить такой вариант ответа на вопросов, чтобы это было интересно всем телезрителям. Мы как бы с вами пойдем от частного к общему. Беря проблему, которую нам прислал телезритель, мы будем ее озвучивать. Но отвечая на вопрос, я предлагаю вам немножечко углубляться в ту отрасль, которой этот вопрос принадлежит, чтобы было понятно, чем живет Ленинский район. Ну и, естественно, мы поговорим тогда в этом случае и о перспективах в решении вот той или иной задачи, которая будет стоять перед нами. И, естественно, вот они вопросы перед нами. Вопросы пришли. Вот этот вопрос конкретно из социальной сети ВКонтакте звучит так. Как относитесь к созданию полноценной краудсорсинговой системы наподобие активных гражданин, ну вот как в Москве? И предложение тут же красивое, видное, может помочь в данной идее? Я даже догадываюсь, кто задал этот вопрос. Наверное, Алексей Тарасов. Сто процентов, да. Вы угадали. Ну, вы знаете, что я присутствую во всех социальных сетях, являюсь их активным пользователем, в том числе сам лично отвечаю и даю комментарии в каждой социальной сети. Если, к примеру, я не знаю в данный момент ответа на вопрос или его необходимо проработать, иногда мои коллеги дают соответствующие комментарии, это тоже можно видеть. И в данной ситуации я никогда не выдаю это за свое мнение. Там появляется либо мой заместитель, либо конкретный исполнитель. Это тоже достаточно полезная такая система общения. А вот новомодное слово, про которое спросил Алексей, я считаю, что оно уже имеет свое отражение на всех просторах Московской области. Называется эта система Добродел. Ну, да. Любая система, она требует денежных средств. Я так понимаю, мы не раз переписывались с Алексеем, что хотелось бы создать внутригородскую систему. Я не являюсь сторонником, что в каждом городе или в каждом поселке, в каждом муниципалитете должна быть своя отдельная система. Мы живем в одном субъекте Российской Федерации, в Подмосковье. И правительство Московской области, соответственно, создавая эту систему, помогает жителям доходчиво донести ту проблематику, которая их интересует. И я хотел бы отметить, что я как глава муниципалитета также всегда доступен, как на своей электронной почте, которую сам читаю лично, в сетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке и в Инстаграм. Всегда можно будет задать вопросы и получить их даже иногда быстрее, чем мы получаем в течение восьми дней в Доброделии. Поэтому я думаю, что это будет лишнее. Я хотела бы добавить, что вы с определенной периодичностью встречаетесь с жителями на больших семинарах. Не так давно вы проехали по поселениям Ленинского района, где отвечаете на вопросы прямо в живом времени, в живом общении. Это интерактивное общение. Вы знаете, что оно длится зачастую. Самое короткое, это было два с половиной часа. До последнего вопроса. До последнего вопроса. Это мое железное правило. Иногда зал пустеет, потому что я понимаю, что когда вот во Дворце спорта мы проводили, это длилось 3 часа 15 минут. У нас в детской школе искусств было 4 часа встреча. Но самое главное, что каждый уходит удовлетворенным, потому что он получил ответ на свой вопрос. Или его проблема стала замечена. Ну, рамки нашего эфира не могут быть ограничены таким временем, ни два с половиной, ни три часа. Но 45 минут мы будем работать в эфире. И ваши вопросы я постараюсь задать, как можно больше их постараюсь задать. Андрей Слепцов. Опять же, сеть ВКонтакте. Здравствуйте, Олег Владимирович. Обращаюсь к вам от болельщиков мотобольного клуба «Металлурк». В следующем году команде исполняется 45 лет. И хотелось бы в честь юбилея увековечить золотые подвиги легендарного «Металлурка» созданием сквера или другого символа в его честь. Для меня эта тема, наверное, такая же вытрепещущая. Вы знаете, что, придя работать в Ленинский район, я стал страстным поклонником мотобола. Болельщиком. Болельщиком. И сопровождаю нашу команду, сборную России, в том числе на международных соревнованиях. Был свидетелем триумфа Российской Федерации в этом году в Голландии. Это замечательное событие. Абсолютно согласен с заявителем, что подвиг, а это реально подвиг и заслуги нашего мотобольного клуба должны быть увековечены. Я думаю, что самым правильным будет, может быть, в честь нашей команды назвать одну из новых улиц в новых микрорайонах. У нас всегда встают вопросы, как называть новые улицы. Я недавно посещал микрорайон Купеленка. У нас пока что есть только рабочие названия. Эковидная, Купеленка. Но где-то не существует улиц. Я уверен, что мы разместим соответствующий конкурс и посмотрим, как это будет называться. Может быть, это будет улица Мотобольная. Там мы разобьем уже соответствующий сквер, потому что мотобольному движению в этом году 51 год. 45 лет из них принимает участие наш мотобольный клуб «Металлург». Это необходимо сделать именно в городе Видное. Ну, я так думаю, что уже точно обо всем мы узнаем, скорее всего, к следующему сентябрю. Вот у нас есть год на то, чтобы подумать, как это было бы лучше. Я думаю, что об этом задуматься нужно в этом сентябре для того, чтобы реализовать к следующему сентябрю. Будем ждать. Юлия Киселева. Хотелось бы получить четкий ответ, когда, наконец, решится вопрос о записи в детскую поликлинику. На ближайшие две недели записи ни к одному специалисту нет. Может, стоит задуматься, что город застроился, а инфраструктура и социальное обеспечение пока не развито? Много об этом говорилось. Очень такой вопрос же вытрепещущий. Много поступает и на электронную почту, именно обращений, что зачастую не только к узкому специалисту, но и к педиатру записаться своевременно невозможно. Но мы разбираемся, если это необходимо, с каждым случаем предметно. Здесь работаем как партнеры с Минздравом Московской области. Но Юля затронула такую сложную проблему, которая содержилась в нашем городе, да и в новых микрорайонах города. Это действительно, когда социальная инфраструктура, в том числе новые медицинские учреждения, не успевали за теми темпами строительства, которые происходили особенно в последние 10 лет. И мы с вами получили сейчас ту поликлинику, которая у нас есть. В этом году, конечно, радость была для новых микрорайонов. Бутово парк открыта, новая взрослая и детская поликлиника, абсолютно современная, с хорошим оборудованием, полностью укомплектованная кадрами. Но этого недостаточно. И это находится не в городе Видное. Безусловно, она позволит разгрузить нашу детскую поликлинику, так как жители новых микрорайонов, которые до этого приезжали в город Видное и получали медицинские услуги, в том числе в детской поликлинике, они будут теперь посещать микрорайон Бутово парк. Это и Дрожжино-1, и Дрожжино-2, и Бутово, и жители Боброво, которые у нас недавно поселились в новизданные дома. Но самое главное, сейчас все-таки расшивать проблемы в городе Видное. И здесь мы наметили ряд мер, в том числе по открытию офисов врачей общей практики. К сожалению, застройщики, которые особенно у нас построили, например, шестой микрорайон, они не оставили нам ни одного медицинского учреждения. Есть одно частное, я тоже получаю соответствующие обращения и жалобы, я понимаю, что люди требуют государственную медицину. И я являюсь как раз сторонником требований к застройщикам, которые мы сейчас планомерно предъявляем, что каждый застройщик, прежде чем зарабатывать на своих квадратных метрах, он, безусловно, должен построить параллельно ту инфраструктуру, которая соответствует региональным стандартам и нормативам городостроительной деятельности. То есть должна быть построена школа, должен быть детский сад на определенное количество детей, безусловно, мы должны получить государственное медицинское учреждение, а сверху этого можно строить и частную школу, и частный детский сад, частную поликлинику. Это абсолютно нормально, будет конкуренция, и человек будет голосовать ногами, куда он, соответственно, пойдет. Но мы в ряде наших населенных пунктов такой картины, идиллии, такой не наблюдаем. Что мы делаем в настоящее время для того, чтобы ситуацию исправить? Если говорить по медицинским учреждениям, сегодня мы с одним из застройщиков, это компания Аматол, которая строит у нас между пятым и шестым микрорайоном, уже заканчиваем переговоры, и я думаю, что новое учреждение будет именно государственным, предполагается строительство новой поликлиники на 350 мест. Это будет взрослая и детская поликлиника? Наподобие той, которая сейчас на 200 посещений открыта в Бутово парк с отдельным детским отделением, с отдельным взрослым отделением. В микрорайоне Эковидная Купеленко, который я недавно совершенно посещал, уже в следующем году откроется офис врача общей практики. Это будет и педиатрический участок, и терапевтический участок. Соответственно, за оказанием первичной, ну и квалифицированной помощи, например, ухо-горло-носа или офтальмолога, можно будет обратиться в эти медицинские учреждения. Мы приближаем услугу к жителям. Этого недостаточно. Мы сейчас прорабатываем также вопрос, и он у нас есть в проекте планировки территории, строительство новой поликлиники в Ермолинской застройке. И, безусловно, сейчас мы выступаем в роли догоняющих. К сожалению, стоят огромные дома, микрорайоны, проспекты. Мы не видим достаточного количества социальных объектов. И если говорить о застройках, например, в Булатниковском поселении, то в этом году, в конце года, будет заложена новая поликлиника на 400 посещений в Дрожжино-1. Она также будет и детской, и взрослой. Соответственно, не только строительство новых поликлинических учреждений в городе Видное позволит разгрузить очередность, но и строительство в других микрорайонах, которые сейчас загружают и взрослую детскую поликлинику, позволит нам существенно разгрузить городскую инфраструктуру. Олег Владимирович, я знаю, что на своих встречах вы читаете любые вопросы, которые к вам поступают. Поэтому я думаю, что мы поступим сегодня так же, что бы нам ни задали, мы будем озвучивать их. Анна Колобушкина. Я не очень понимаю вопроса, но зачитаю. Подскажите, как долго вас будет устраивать, что на вашей территории орудует мошенник по квартирам Саврасова? Или вы все же в курсе? Вы как глава администрации, как можете это прокомментировать? Спрашивает Анна. Очень такой интересный вопрос. Я бы все-таки рекомендовал Анне обратиться в правоохранительные органы, потому что, судя по тону вопроса, она сообщает сейчас своим вопросом о свершенном или предполагаемом к совершению преступления. И каждый должен понимать о том, что если он располагает такой информацией, то я все-таки бы рекомендовал ему обратиться в правоохранительные органы. Если она чего-то боится, мы готовы выступить, соответственно, посредниками для того, чтобы донести эту проблематику до правоохранительных органов. А я, к сожалению, не знаю, о чем сам вопрос. Вы правильно сказали, на любой встрече я зачитываю все вопросы дословно. Поэтому я надеюсь, что Анна свяжется со мной, может связаться по электронной почте, может связаться в социальных сетях, если этот вопрос пришел. Да, этот вопрос, да. И мы поможем ей предметно разобраться, что это за проблема, кто обманул, может быть, кто-то что-то вымогает или кто-то не выполнил своих обязательств. У нас два вопроса. Один из Инстаграм, никнейм. Здесь я не буду зачитывать. И второй от жителя нашего города. Сейчас скажу. Игорь Погорнева. Звучит он так. Я недавно получил. Может быть, от этого заявителя или кого-то еще из соседей вопрос по данной застройке. Мы вмешались по поводу незаконной засыпки Оврага. Причем там был такой интересный вопрос, что ссылались, что Хромов все разрешил. Я действительно читаю все письма, поэтому могу смело говорить, что в них написано. Я сразу могу со всей ответственностью заявить о том, что мы никаких подобных разрешений на незаконное строительство не даем. У нас, к сожалению, так как мы являемся территорией достаточно инвестиционно привлекательной с точки зрения многоэтажной жилой застройки, очень часто на участках для индивидуальной жилой застройки строятся многоквартирные дома. И сегодня, вот конкретно, что делает администрация Ленинского муниципального района, мы находимся в 48 судебных разбирательствах в судах. Именно с такой же проблемой. С такой же проблемой по всем незаконным стройкам. Одно решение недавно в развилке по сносу четырехэтажного дома в центре поселка мы получили. Причем получили такую интересную реакцию, в том числе от наших уважаемых ветеранов. Когда уже было получено решение о сносе, и мы должны были передать его в службу судебных приставов, ко мне на прием в сельском поселении Развилковское пришла владелица данного незаконного сооружения, которая ходатайствовала, чтобы на первом этаже этого здания располагался совет ветеранов. То есть она вот так с барского плеча решила, проиграв все суды и поняв о том, что снос неизбежен, пожертвовать совету ветеранов. Я постарался и уважаемым ветеранам объяснить о том, что вас просто в этой ситуации используют. Это неправильно и непорядочно. Потому что когда человек знал, что он строит заведомо неправильное здание, здание, которое строилось без проекта, а здание свыше трехэтажей, это уже многоэтажное здание, требующее разрешения на строительство, потом люди пытались его узаконить по суду, но все-таки судебное решение было принято в нашу пользу. И также у нас есть на землях личного подсудного хозяйства такие же примеры в Развилковском поселении. Где-то мы уже находимся и выиграли первую инстанцию судебную. Жители оспаривают наш иск соответственно в вышестоящей судебной инстанции. Эту работу мы продолжим и я уверен, что результат долго себя ждать не заставит. Мы будем с этим бороться и убирать такие незаконные строения. Спасибо. Следующий вопрос от Алексея Маркина. Их несколько. Здравствуйте, Олег Владимирович. Несколько вопросов у меня к вам. Первый. Когда прекратятся перебои с подачей электроэнергии в городе Видное? Перебои существуют? Существуют. Особенно у нас это есть на нескольких улицах в Расторгуевской части города. Сейчас идет замена соответствующих транспарантных подстанций акционерным обществом МАЭСК. За последний, наверное, квартал у нас в городе было три крупных отключения. Связаны они были с либо профилактическими работами, и это одно отключение. И два отключения были из-за выхода соответствующих фидеров. Безусловно, аварии бывают. Они существуют в каждом городе. Но мы стараемся с нашими партнерами, это МАЭСК и Мособлэнерго, вырабатывать такую повестку для того, чтобы этих аварийных отключений было меньше. И совершенно недавно провели круглый стол, куда пригласили в том числе и старшим по домам, старост наших деревень. У нас в городском поселении Горки-Ленинске зачастую пропадает электроэнергия, либо она недостаточно качественная, то есть напряжение достаточно низкое. Для того, чтобы все услышали из первых уст, что будут делать электросетевые компании для устойчивости электроснабжения. И есть конкретные планы для того, чтобы улучшить устойчивость электроснабжения, в том числе и чтобы было меньше аварий в городе Видное. Очень прекрасно, что о проблеме знают, что ее обсуждают и уже есть пути решения. Следующий вопрос, он очень частный, когда будут обустроены парковочные места у дома номер 30 по улице Советской. Я думаю, в связи с этим, может быть, мы несколько слов о благоустройстве, вообще как проходит сейчас благоустройство в Ленинском районе в целом. Дом 30 советский, да? Вчера буквально я прогуливался около этого дома и был в пятой школе. В том числе мы сразу же определились, вот выходя из школы, встретили мамы, бабушки первоклашек, сейчас укороченные уроки. Ждут детей. Да, ждут. И технический работник самой школы задала мне самый прагматичный вопрос. А я пришел посмотреть, как школа выглядит после ремонта. Она говорит, посмотрите, какая красивая плитка. Вы не представляете, какое количество грязи несут, как раз проходя с тыльной части данного дома. Мы приняли сейчас решение, буквально сегодня выезжали сотрудники, мы проложим сейчас там асфальтированную дорожку. Это уже первый элемент благоустройства. 30 дом у нас не попадал в благоустройство 2016 года. Мы сейчас подготовили соответствующую программу уже на 2017 год. Честно скажу, не помню этого адреса, но завтра у нас рабочий день. Мы проработаем возможность организации там парковочного пространства. Я помню, что там что-то будет все-таки связано с вырубкой деревьев. Это достаточно непростой вопрос. И переходя вот к вашему вопросу, что сделано в этом году. Вы знаете, что у нас комплексное благоустройство проходило на 34 комплексных дворовых территорий. Это затронуло 59 многоквартирных домов по всему Ленинскому району. Самое большое количество это, конечно, было в городе Видное. У нас осталось всего лишь 22 дворовых территории в городе Видное, куда асфальт, каток и лопата не заходили никогда со времен сдачи этих домов в эксплуатацию. Мы как раз вот по этим адресам сейчас проработали на следующий год. И постараемся все это обеспечить соответствующими денежными средствами для того, чтобы реализовать эту программу. Самое главное, что программу мы реализуем только вместе с жителями. Мы обсуждаем каждую дворовую территорию. Иногда сильно спорим. В споре рождается истина. И вот как раз проблематика вырубки каждого дерева, либо под парковочное место, либо под дополнительную детскую игровую площадку, очень часто вызывает достаточно жаркие споры. Но очень важно... Консенсус находится в любом случае. Находим. Находим консенсус. Вы знаете, все равно многие остаются обиженными. Но мы все-таки здесь руководствуемся таким правилом. По некоторым домам мы даже делали по квартирный опрос. Не просто проводили собрания. И, к примеру, если 100 квартирный дом, и мы получаем результат, что 88 квартир высказались за, мы, конечно же, принимаем сторону большинства. Это важно. Либо тогда работы лучше не делать вообще. И все же понимают... Вот я вчера ходил по городу, смотрел новое парковочное пространство. Все понимают, что машин стало много. Советская система устройств даров предполагала максимум, что туда подъедет Волга начальника, если в этом доме живет начальник. Ну и грузовик привезет пианино. Да, не более того, ну не дай бог приехала там скорая помощь или пожарная машина. Поэтому, конечно, никакие парковочные карманы были не нужны. И вот вчера, общаясь с жителями, мы наталкиваемся на другую проблему. Это незаконные занятия парковочных мест. Я думаю, что мы и найдем ключик к решению этой проблемы для того, чтобы жители все-таки не портили муниципальную собственность. Потому что очень хорошие получились дворовые территории, очень хорошее парковочное пространство, новые детские, игровые площадки, спортивные площадки, тротуары, соответственно, появились. Там, где жители будут настаивать, установить дополнительные столбики на тротуары, мы будем их ставить в рабочем порядке. Соответственно, там, где требуется замена контейнерных площадок, они у нас тоже находятся в достаточно неудовлетворительном состоянии. Мы сейчас заменили парк самих контейнеров, но нужно менять площадки. Мы подготовим такую программу на следующий год. И, соответственно, я думаю, поменяем их также комплексно. Олег Владимирович, сказать честно, вы меня сейчас очень удивили положительно, когда я вам сказала, ну, на улице Советской парковочные места. А вы говорите, Советская 30? Да я знаю, да я там был. Я думала, у главы района нет времени на то, чтобы знать, где этот дом 30 на улице Советской находится. Поэтому приятно удивлена, я буду дальше продолжать. Все подумают, что я видел эти вопросы. Нет, нет, нет. Хочу предупредить, что не для вас вопросы эти в новинку. И вот не стесняюсь теперь, я хочу задать вопрос нашего телезрителя, опять же, Алексея Маркина. И касается критики в адрес организации, в которой работаю я, МАУК ВДК. Звучит так вопрос. Когда в городе наведут порядок с телевизионными антеннами? Качество телевизионного сигнала ужасное. Из 20 федеральных каналов более-менее нормально работают 6. А абонентская плата так, как будто у нас 50 каналов спутникового телевидения. Вот так звучит вопрос. Вопрос для меня не новый. Потому что мы вместе с вашими коллегами с МАУК ВДК сейчас готовим программу по замене соответствующего оборудования, которое отработало свой срок или морально устарело. Безусловно, когда все это устанавливалось, это был конец 90-х, начало 2000-х годов, не только такого количества каналов не было. Но тогда и речи не шло о таком понятии, как цифровое телевидение. Мы всегда говорили об аналоговом телевидении. Я уверен, что уже, может быть, с конца этого года, а точно на следующий год, мы заложим соответствующие денежные средства для того, чтобы сделать модернизацию всех этих сетей. И, безусловно, улучшим качество сигнала. А что касается второй части вопроса, что за это платят, как за 50 цифровых каналов, я все-таки поручу соответствующему отделу проверить, соответствует ли цена качеству. Я понимаю, что это может ударить по карману нашего телевидения, но мы все-таки должны устанавливать справедливую цену. Я промолчу и зачитаю следующий вопрос. Мария Лазарева. Здравствуйте, Олег Владимирович. Хотелось бы, чтобы в городе обратили внимание на нехватку мест в детских садах. Мам после трехлетнего декрета ждут на работе. Абсолютно справедливое замечание. И этот год у нас урожайным выпал на детские сады. Девять новых дошкольных учреждений появляется в муниципалитете. Не все они появляются в городе Видное. И самой, конечно, большой потребностью в детских дошкольных учреждениях у нас возникает именно в городе Видное. Мы сегодня буквально решали эту проблему. Для нас радостная новость. Московская область нам передает рядом со второй школой бывшие диспансеры. Территория заброшенная. Мы для себя уже определились о том, что там появится новое дошкольное учреждение. Если будет необходимо, мы его включим просто в систему образовательного процесса второй школы. Вы знаете, что в этом году она у нас получила новое комфортабельное здание. Очень прекрасное здание. При этом это здание остается. Мы сейчас делаем пристройку спортзала, делаем пристройку мастерских, медицинского блока. А у нас там будут учиться начальные классы. Поэтому у нас появляется в центре города территория. По примеру детского сада Ручеек, который мы открывали в прошлом году, мы точно так же его от Москокса забрали в не очень приглядном состоянии. И садик из 60 мест стал 100 местным. Мы сейчас такую же реконструкцию делаем с детским садиком Малыш, который тоже нам достался от нашего градообразующего предприятия Москокс. И садик также на 40 мест увеличится по сравнению с тем, что было. Закончим реконструкцию детского сада Ромашка. У нас новых два детских сада в новых микрорайонах сейчас заложено. В микрорайоне Купеленко я только недавно убедился в этом. Уже все находится на уровне котлована. 1 сентября следующего года детский сад распахнет свои двери для детишек. Также в застройке группы RDI строится новый детский сад. Безусловно, этого недостаточно. И мы в настоящее время проводим переговоры с рядом застройщиков, которые в свое время не передавали детские сады в муниципальную собственность. Но вы знаете, приятно осознавать, что теперь они предлагают нам эти детские сады забрать в муниципалитет на том или ином праве. Я думаю, что мы найдем взаимоприемлемое решение. И тогда у нас появится больше детских садов, которые работают по муниципальной расценке. А там, глядишь, уже мамы не до трех лет будут с детьми сидеть, а смогут. Очень многие мамы мечтают, чтобы появились опять ясельные группы. У нас в этом году такая перспектива, как говорят, замаячила в Володарском поселении. Потому что там открывается большое количество образовательных учреждений, в том числе два новых детских сада. Один мы открыли перед первым сентября. Это пристройка к детскому саду Пчелка. И новый детский сад на 230 мест откроется в конце года. И с учетом той очередности, которая у нас существует в Володарском поселении, полностью мы можем обеспечить и ясельными группами. Такая же возможность у нас возникла у жителей нового микрорайона Дрожжино-1, Дрожжино-2. Детский сад на 340 мест, которые мы открыли. Там две группы ясельные. Следующий вопрос от любимца детворы всей Ленинского района. Клоун Алекс обращается к вам. Нам дали служебное жилье. Спасибо огромное. Администрация района. Это я говорю вот от своего имени, пишет Алекс. Ну, у нас перебой с водой. Не умыться, не постирать. Пошел в управляющую компанию Мортон. Мне сказали, вызов сантехника 500 рублей. И дальше осмотр работы по расценкам. Дальше нам Александр рассказывает про то, что очень много управляющих компаний ставит припонов и просит вмешаться в ситуацию и помочь решить вопрос, чтобы вода в муниципальной квартире была. Микрорайон Бутово-парк. Соответственно, жилкомсервис у нас управляет от лица компании Мортон, застройщика. Я думаю, что в понедельник на оперативке я этот вопрос подниму. Неправильно требовать от жителей денежные средства за ту услугу, которая входит у нас в первую с вами строчку. Обслуживание, содержание, соответственно, в том числе поставка качественных коммунальных ресурсов это основная задача любой управляющей компании. приятно слышать от нашего уважаемого клоуна Алекса, что его интересует и совершенно другая повестка, так как он зачастую радует и взрослых, а детей тем более. Да, дети влюблены в него. Поэтому мы обязаны, вселив его в служебное жилье и предоставив, решить эту проблему в том доме, в котором он живет. А вот смотрите, это не специально, так получилось. Наталья Владимировна, районный онколог, тоже поднимает тему жилья. И она ничего не просит. Она просто говорит, хочу выразить огромную благодарность за помощь в решении жилищного вопроса многодетной семьи врачей. Мы переехали в Бутово парк. Отличные условия, школа, детский сад. Еще раз огромное спасибо. Приятно читать вот такие обращения. Очень приятно, я помню, что Наталья Владимировна даже в декрете находилась, когда мы предоставили эту квартиру. Она действительно за нее боролась, так как узкие специалисты очень необходимы в нашем поликлиническом звене. И я очень рад, что медицинское сообщество, я постоянно говорю о том, что не я распределяю квартиры, а все предложения по распределению квартир дает педагогическое сообщество, медицинское сообщество, работники культуры, соответственно, вместе со своими профсоюзами. А мы только соглашаемся с их точкой зрения или не соглашаемся. А моя задача как главы найти это жилье, выделить эти квартиры, что мы делали и будем продолжать делать, когда будем получать новые квартиры от застройщиков. Олег Владимирович, а когда мы с вами говорили, что не хватает медицинских учреждений, вы говорили, 400 мест будет строиться там, поликлиника, 200 мест в другом месте. Мне так и подмывало задать вопрос, а потом нам придется искать специалистов и привлекать их туда. А для этого нам нужны квартиры, чтобы к нам шел специалист. И мне очень приятно, что вопрос сдвинулся с мертвой точки. Что действительно люди стали получать служебное жилье. Этого очень долго не было. Я позволю себе небольшой комментарий. Поликлинику, которую мы с вами сейчас открыли на 200 мест, где есть и педиатры, и терапевты, и узкие специалисты, полностью укомплектованные на 100%, для того, чтобы привлечь туда специалистов, мы дали всего лишь одну квартиру. Вот теперь можете представить, этот вопрос мы обсуждали и на уровне области. Жители новых микрорайонов с удовольствием идут работать в наши школы, детские сады, поликлинические учреждения, которые открываются. Как удобно, вышел из подъезда и пришел на работу. И вот как раз в Бутово парк, в поликлинику, мы полностью набрали персонал, за исключением одного узкого специалиста, которому дали там же квартиру, жители этого микрорайона. Я уверен, что и в Доржино, когда будет построена новая поликлиника, мы точно так же укомплектуем кадры. Такая же ситуация у нас будет и в Ермолино, и в Купелинке, и в 6 микрорайоне. Продолжаем наш вопросник Евгений Козлова. Здравствуйте, у меня вопрос. Будет ли выезд на Дон вблизи с жилым домом 3, что на улице Ермолинская, напротив деревни Ермолино? И как тот поток машин отразится на здоровье людей в этих жилых домах? Выезд на М4 Дон будет не около этого дома. Это достаточно далеко этот дом расположен. Я его прекрасно представляю. Такой длинный дом вдоль дороги стоит сейчас. Четырехполосное продолжение улицы Березовой. Выезд будет начинаться, и развязка будет начинаться от того круга, который находится сейчас около микрорайона Эковидное и Купелинка. Уходить он будет далее в правую сторону, четырехполосной дорогой. Соответственно, две полосы будут выезжать у нас на трассу М4 Дон, и две полосы через Ермолинский путепровод будут въезжать в город Видное, в том числе в новые микрорайоны Ермолино, Купелинка и Эковидное. Я понимаю беспокойность жительницы о том, что трафик увеличится. Скрывать, что он не увеличится, невозможно, но мы разгружаем весь центр города, и наши уважаемые жители, которые традиционно проживают в центральной части города, сегодня задыхаются от того потока транспорта, который идет из новых микрорайонов через улицу Березовую, выезжают, соответственно, на ПЛК или на улицу Советская. Все стоит затрамбировано, трафик увеличится, но я хотел бы констатировать один факт. Мы живем с вами, если в городе, в городе должны быть улицы, по улицам должны ездить машины, по тротуарам должны ходить люди, и от такой городской инфраструктуры мы никуда не можем убежать, если мы выбрали с вами жизнь в 17-этажных домах. Олег Владимирович, время незаметно, но подходит к концу, и поэтому уже к концу я предлагаю набрать темп. Да, вопрос, ответ такой, блиц. Хорошо. Опять же, автолюбители говорят о выезде. В городе огромные пробки, но есть хорошие новости о строительстве двух новых выездов. Однако этот факт в большей степени обрадовал жителей новых микрорайонов. А что делать тем, кто пользуется старыми проездами? Улица школьная до администрации всего лишь двухполосная, расширить ее невозможно. Может, стоит продумать схемы одностороннего движения, тем более есть параллельные дороги. Также просим принять срочные меры по разгрузке поворота с советской на школьную. Стоим по 15-20 минут вечером. Автомобили поворачивают с трех полос. Причем быстро приезжают только те, кто нарушает правила дорожного движения, а тот, кто двигается по своей полосе, стоят дольше остальных. Поставьте камеру фиксации на нарушение ПДД. Камеру, конечно, можно поставить. И мы везде стараемся переходить к инструментальным системам контроля. Сам зачастую вижу, как нарушают, поворачивая с советской улицы на школьную машины. Безусловно, я не могу поддержать мнение о том, что улица школьная может стать односторонней, а как тогда наш общественный транспорт, который ходит в две стороны, тогда нам придется его пускать по кольцу. Я могу представить, сколько жители будут ждать тогда этот транспорт, если мы его так сильно закольцуем. Можно подумать об системе одностороннего движения, например, на советском проезде. И мы сейчас этот вопрос прорабатываем. В том числе в ночной период одна из полос советского проезда может стать местом временной стоянки, например, до 8 утра автомобилей. Во многих городах, например, в той же самой столице, мы очень часто сравниваем себя с столицей. Такая система движения организована. Поэтому и не соглашусь с тем, что новые выезды обрадовали жители новых микрорайонов. Существенно разгрузится центр города, потому что жителям новых микрорайонов не придется выезжать теперь через центр города. Юрий Артамонов в прошлом году временно исполняющий обязанности главы города Видны в прямом эфире обещал реконструкцию кругового перекрестка на ПЛК. А вот сыны не там. Почему отменили это решение? Мы что, теперь будем ждать строительства выезда на М4? Так все наши молодые годы в этих пробках и пройдут. Вот видите, как Юрий пишет о пробках с болью в сердце. Я хотел бы поправить. Александр Евгеньевич Усков, скорее всего, я могу предположить, не обещал реконструировать. Данный круг построен ненормативно. Есть проблемы, связанные с выносом коммуникаций, в том числе с наличием собственности, например, федеральной собственности в виде пожарного депо. Мы не ставили это как задачу по расширению круга. Мы сделали некоторые улучшения на улице Березовой. Безусловно, выезд на М4 Дон существенно разгрузит ситуацию. Но этот вопрос мы не снимаем с повестки дня. Ускова Анна Николаевна, жительница улицы Школьной, 49. Когда будет построен тротуар от кафе на улице Школьной, дом 43, до улицы Советская? Такой частный вопрос. Может быть, от дома, до какого-то пункта назначения Анна Николаевна пользоваться хотела бы этим тротуаром, но его нет, к сожалению. У нас, если говорить по улице Школьной, с обоих сторон есть тротуары. По улице Советской у нас также. Здесь, скорее всего, идет речь уже об углублении в сторону Советской. Если кто-то хотел бы срезать, так скажем. Значит, нам нужно обратить внимание. Я дам соответствующее поручение для того, чтобы мы посмотрели, насколько это все не только реально, реально все и целесообразно. Вопрос от Валентины, Школьная, 85. Идет благоустройство двора. Когда делали бордюры, откопали землю, и после дождей она осела. Будет ли досыпана земля и установит ли в этом районе лавочки? В этом году, если наши уважаемые жители заметили, то мы везде, где устанавливаны бордюры, мы исправляем ошибку прошлого года. Мы везде делаем не только благоустройство площадки, делаем соответствующие покрытия, но мы и привозим соответствующую землю. И, как говорят под грабельки, все это дело доделываем. Я обращу внимание на этот адрес, чтобы там все было сделано в соответствии с нашими новыми стандартами. Смотрите про лавочки из ПЛК. 16 тоже спрашивают. Убрали лавочки, а установят ли их обратно? Также возьму на контроль. Житель деревни Петрушина меняет столбы электричества. Темно. Долго ли так еще будет? Очень темно. Обращает внимание, что нет сейчас неудобства. Замена столбов в деревне Петрушина должна закончиться в этом году. Причем нормативный срок был у нас в сентябрь. Майя скменяет соответствующие столбы освещения. Я думаю, что ситуация будет исправлена. Приношу извинения за предоставленные неудобства. Ну, немножко, наверное, нужно потерпеть. Райса Ивановна, ПЛК-7. Установили торговое павильон. Установили торговый павильон. Он мешает. Возможно ли его убрать или перенести? Какой адрес? ПЛК-7. Ситуация с торговыми павильонами у нас, особенно в городе Видное, далеко не однозначная. И мы получаем большое количество жалоб. И нам придется принимать меры, в том числе, по не только наведению порядка внешнего облика торговых павильонов, но и существенному их сокращению. И этому способствует введенный новый стандарт, установленный Российской Федерацией. Эту работу мы должны провести до конца этого года. А на данный адрес я обращу внимание, есть ли у нас он в новой схеме размещения нестационарных объектов. Вопрос от Валерия. В микро-районе Солнечный у банка есть пешеходный переход. Там очень быстро проезжают автомобили и не уступают пешеходам дорогу. Можно ли принять меры, например, установить камеру? Кстати, буквально недавно, выходные, два наезда на пешеходах, именно на пешеходных переходах. У нас там достаточно опасная ситуация, причем не только не уступают. Все это, конечно, от культуры вождения, но мы устанавливаем камеры. Я не могу раскрывать всех секретов, потому что камера должна действовать и быть все-таки определенной мерой профилактики. Когда особенно человек получает квитанцию счастья с очень неплохим штрафом. Если он несколько раз будет нарушение повторять, то он может лишиться. На нарушение надо быть наказанным, правильно? Безусловно. Нарушаешь? Безусловно. Мы проводим сейчас вместе с областным ГИБДД подобную работу на территории всего района, в том числе и в городе Видны. Яковлева Елена, когда откроют детский сад номер 39 после реконструкции? Сейчас идет о ромашке. О ромашке. О ромашке. Детский сад. У нас нормативный срок был до 1 сентября. Пришлось вмешаться. Существует такая система, существует у нас небезызвестный закон о закупках. Мы сейчас подключили нового подрядчика для реализации этого объекта. И я думаю, что в двухмесячный срок этот объект будет полностью закончен. С развилки вопрос от Елизарова Сергея Викторовича. Застройщик разворотил круг для разворота автобусов и на этом месте установил свой офис. Есть ли у него разрешение? Проверим. Андрей Букин. После акции «Посади дерево». Кто будет ухаживать за ними и следить, чтобы они не погибли в нашем садово-миклеинском районе? Андрей, я знаю как очень активного товарища, который в том числе являлся инициатором в этом году. И мы принимали участие в областном конкурсе «Сады Подмосковья». И сделали на улице Ленинская очень неплохой сквер, по которому гуляют много наших жителей, которые там проживают. Я думаю, что все мы вместе должны ухаживать за этими деревьями. В том числе я предлагаю Андрею подключиться к этой работе. Каждый, кто сажал, мне кажется, должен ответственность нести. Мы не только сажаем. Если вы обратили внимание, мы еще вешаем именные таблички. Подписываем. Это должно быть не только ради какого-то пиара. Соответственно, нужно приходить, ухаживать, наблюдать, а потом говорить «я это дерево посадил». Обращение по адресу ПЛК-46 в магазине в полуподвальном помещении. Продают спиртные напитки. Было обращение к участковому, но мер никаких не принято. В этом районе собирается пьяная компания «примите меры». Проведем рейд. Сегодня это очень важная проблема правительства Московской области, особенно Министерства потребительского рынка, который регулирует вопросы продажи алкогольной продукции, очень жестко пресекает любые факты. Вплоть до не только там огромные штрафы, но и отзыва соответствующих разрешающих документов. Следовательно, торговля становится нелегальной, а продукция изымается. У нас есть уже четыре таких примера на территории района. Вместе с общественным движением «Офицеры России» УМВД по Ленинскому району проводят соответствующие рейды. Мы обратим внимание еще раз на этот адрес. Спрашиваю, будет ли установлен шумозащитный экран, когда будет выезд на М4 от города? Все определяется проектом. У нас же с вами есть выезды ПЛК, например. У нас есть с вами выезды на Старонагорную. Там не существует никаких шумозащитных экранов. Если уровень шума по проекту определяется как превышающий, в таком случае ставится шумозащитный экран. Деревня Дроздова рядом с остановкой автобуса. Есть рынок, там нет воды и канализации. Все выливают на дорогу. Примите меры. И еще несколько обращений по поводу «Сделайте нам спортивную площадку». Дальше тоже улица Строительная, 13. У нас по всей лестничной клетке отрезали телефон. Они не работают уже две недели, когда восстановят. Все это прочитала одним скопом, потому что я понимаю, что мы уже не успеем... Можно я эти вопросы унесу с собой, для того, чтобы завтра в рабочем порядке... Да, хочу объяснить нашим телезрителям, что все вопросы, которые вы сегодня озвучили, позвонив к нам в прямой эфир, попадут к Олегу Владимировичу. Не волнуйтесь, они найдут свое решение, ответы на них будут даны обязательно. Мы с вами хорошо сегодня поработали. Много звонков, много ответов. Я думаю, что такая практика, как продолжение встреч с людьми, когда вы встречаетесь с ним живую, также через прямой эфир, будет полезна. И была сегодня полезна. Большое спасибо, опять же, что нашли время, несмотря на занятость. И последнее, не могу сейчас уйти от этой темы. Мы говорим сегодня и о будущем. И такая вот тема, лозунг «Я выбираю будущее». Вот 18 сентября – это лозунг предвыборной 18 сентября, единого дня голосования. «Я 18 сентября пойду выбирать свое будущее». Скажите, вы согласны с таким выражением, с таким посылом? Если мы прощаемся, то я хотел бы, конечно, пригласить всех жителей Ленинского района, города «Видное», прийти на избирательные участки и сделать свой правильный выбор. Потому что мы голосуем за свое будущее. Спасибо. Я хотела бы анонсировать, что в воскресенье, 18 сентября, телеканал «Видное ТВ» с 8.00 до 20.00 будет в прямом эфире, с прямыми включениями. Поэтому будьте с нами, не переключайтесь, мы любим своего телезрителя. Ну а сегодня, да, прощаемся. Спасибо. Всего доброго.